Система здравоохранения Люберец продолжает развиваться. В больницы и поликлиники городского округа поступает новая медицинская техника, предназначенная для лечения, диагностики и реабилитации пациентов. Московский областной центр охраны материнства и детства пополнился современным оборудованием, необходимым для выхаживания недоношенных малышей. Покажем его в сюжете Луизы и Геозарян. Самое главное, что он постоянно в готовности. Его не нужно готовить. То есть в любое время суток, как только они идут в родзал или в операционную на преждевременные роды, они идут только с ним туда и назад везут его. Если роды до 35 недель, то только кювес. Оборудование, предназначенное для спасения самых маленьких пациентов, Люберецкий роддом получил около месяца назад. Отличие этого транспортного кювеса в том, что он способен работать без подзарядки. В нем постоянно поддерживается определенная температура, влажность и кислород. Еще одна новинка в отделении реанимации новорожденных – высокочастотный аппарат искусственной вентиляции легких. Он также предназначен для малышей, которые появились на свет раньше срока. Это программа здравоохранения Подмосковья. И одна из подпограмм – это акушерство. То, что касается женщин беременных, родильниц и новорожденных детей. В особенности тех новорожденных детей, которые рождаются до срока. Это маленькие дети и очень маленькие дети. От 500 грамм до 1,5 килограмм. Эти детки рождаются в родзалах, рождаются в операционных, в тюм операции кесарево-сечения. И первая помощь оказывается прямо непосредственно на пессе. Вот такое оборудование, оно как раз для тех лечебных учреждений, тех перинатальных центров, где рождаются детки преждевременно. Мы как раз и тот центр, куда направляются беременные женщины с угрозой преждевременных родов и непосредственно с преждевременными родами. До конца этого года Московский областной центр охраны материнства и детства получит многофункциональные операционные столы, эндоскопическую стойку в отделении гинекологии и так называемые автоматические капельницы-инфузоматы.